итак вас приветствует канал отвертка и у нас сегодня очередная мега разборка старых аппаратов может быть даже и прошлого века и сегодня у нас nokia давайте посмотрим разберем заценим и обязательно посмотрим внутри итак внешний вид ну что могу сказать по внешнему виду пластмасса без нее никак так динамик у нас видимо такой это у нас музыкальные скорее всего может быть до типа музыкального разговорный динамик такой пластинка уже здесь отвалилась соответственно джойстик а смотрите уже джойстик уже не такой уже не металл уже пластмасса пошла халява начала гнаться былые времена мы рассматривали смотрите наши прошлые мега разборки там у нас применялась нержавеющая сталь тут у нас чисто пластмасса кнопки я думаю у нас на подсветке по-любому и так давайте откроем имеем имеем аккумулятор аккумулятор соответственно я уже проверял рабочий рабочий но даже в принципе включится нет уже не хочет включаться но ничего соответственно 37 вольта 890 миллиампер часов этого хватало вот такого аккумулятора а он вздутый он вздутый вздут из проверяется вот таким макаром крутится крутится да он вздутый да 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 видно такие аккумуляторы 890 миллиампер часов и хватало блин довольно таки надолго на неделю минимум так что вот не то что сейчас 6000 5000 миллиампер часов и так далее в сторону выкидываем он нам уже не нужно это у нас nokia модель 1255 1255 пластмасса дорогие наши зрители разъемы зарядка и микрофон то есть не микрофона наушники ну как то так уже полегче уже полегче и так поехали наше любимое занятие это вскрытие это у нас защелочки а тут у нас не немецкий аппарат конечно бенкью сименс я разбирал ах там моща а этот весь аппарат уже и развалился уже развалился так это у нас разговорный динамик тут у нас уже не металл ребятки уже не металл здесь у нас просто покрытие какое-то применяется это все ерунда понятно чистая пластмасса выкидываем тут тоже у нас чистая пластмасса ну хорошо эксплуатировался жиром так не залило не залило соответственно клавиатуру у нас имеется подсветка это очень важно это очень красиво и это очень нормально светодиодов кучка у нас имеется соответственно его уже кто-то разбирал мы тоже будем сейчас так как всегда по периметру у нас имеются со звездой шоурубчики или винты саморезы были чистый чистый китай хотя в принципе сборка то чья сборка чья уже не финланд финланд nokia чисто финский это белая сборка ребятки ну а качество конечно не ахти качество сборки я вот так смотрю пластмассовый корпус ну вы знаете это же народные аппараты были финская сборка давайте посмотрим наши горячие финские парни как производили сборку данного аппарата вот это технологическое отверстие здесь специальные разъемчики есть это для настройки выходного каскада как видите здесь уже антенн как таковых которые раньше вынимались где-то нет 24 гигагерц там 800 или сколько там 2g 600 мегагерц ну где-то 800 и так далее вот смотрите разбирается одним махом одним махом здесь у нас что а здесь у нас это динамик вот он у нас динамик выход сбоку а это у нас динамик для разборки мы все-таки его разберем посмотрим что это такое а здесь сделано так здесь сделано что у нас сделано здесь сделано у нас акустическая акустика акустика сделано так это у нас что кусок контактович какие-то даже были то ли антенна может быть антенна даже хотя между прочим обратите внимание нержавеющая сталь применяется так динамик клееный клееный как его тут разобрать сейчас мы его разберем не хочет разбираться разберется это у нас мега разборка шикарные аппараты разбираем смотрите вот видите тут сделано целая акустическая акустика динамик большой потом он идет сюда и потом уже идет по акустике и идет уже в бок на боковину хорошо это принципе хорошо да динамик тут работал гораздо лучше по сравнению с современными динамиками басовитость была определенная по любому и динамик тут большой я вам покажу еще один динамик это от старых аппаратов вот это вот музыкальный более-менее nokia а вот это вот у нас был от предыдущих наших разборок чувствуется но это конечно гораздо лучше чем вот это но здесь тоже более-менее похоже следующее осмотрим что у нас здесь у нас вибромотор стоит вибромоторчик они у нас более-менее одинаковые а потом у нас контактовичи идут все здесь больше у нас ничего такого нету вибромоторчик тоже у нас в резиновом таком охвате а сам моторчик вот какой мосипусенький вот она такой крутит коллекторный до нас вибрирует вот такой едва контактовича сзади вот он нам не нужен может кому-то и надо так плата ладно мы с плата еще разберемся давайте посмотрим что у нас с экраном экран у нас как ни странно вот у нас разговорный динамик разговорный динамик кто-то тут у нас уже немножко попроще попроще чем музыкальный музыкальный у нас большой а разговорные чуть попроще но тоже есть ладно оставляем обращаю ваше внимание металл металл применяется и такой опять никелированный типа никелированный такой пружинистый правильный надежность да это надежность это nokia соответственно наш экран технологичный разъем это для вашешки проверяют разъемчик и у нас сразу экран здесь у нас скорее всего черно-белый черно-белый он светлый по сравнению со старыми с другими аппаратами которые мы вот тут разборкой занимались а там был темные экраны вот например темные а темные это как раз у нас уже цветные 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 на просвет работают и так далее а это у нас черно-белый это у нас черно-белый с подсветочкой попроще 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 гораздо проще так что у нас давайте попробуем его вскрыть это у нас если черные полосы сейчас пойдут по экранчику да это у нас простой простой экранчик не цветной черно-белый на жидких кристаллах на жидких кристаллах может даже и подсветка на нем не было а может и была тут такое дело если посмотрим не было была подсветка была и вот смотрите вот один светодиод и второй светодиод и вся того трихомудия вот так вот она стояла простой экранчик-то Если его так вот переломить Али не буду ломать И видно, что он просветлел Так что вот простой На жидких кристаллах Идем дальше Злато, злато-серебро Да, применяется злато-серебро Тут у нас клавиатуру Клавиатуру у нас с кликом Тут у нас клавиатура с кликом Это у нас клавиатура наклеенная Скорее всего наклеенная Сейчас мы ее попробуем отодрать Да, да, да Тоже с кликом, между прочим Вот видим, вот эти пластинки Они имеют возможность Проскакивать, кликать И у нас применяются Светодиоды подсветки Вот один, второй и так далее Клики, да, это хорошая вещь И не окисляется, потому что оно все закрыто Оно клеится Приклеенное Так, с этой стороны все Ну давайте снимать будем вот этот мощный экран Правильное решение Вот это вот правильное решение Разработчиков Экраны применяются Дорогие наши друзья Как раз вот сейчас поздравлю вас Тоже Qualcomm применяется Вот смотрите В былые времена даже про них никто не говорил Nokia Qualcomm MSM-6000 Применяется Соответственно У нас идет память Сим-карта Здесь у нас Мощный транзистор какой-то Видимо стабилизация у нас идет Соответственно ВЧ-каскады у нас имеются И выход у нас тут Антенку Антенка Я первый отдирал Такая интересная была антенка В виде В виде широкой Пластины такой Ну вот как-то так Камеры тут нет А все остальное в принципе на месте Итак, что хорошо Финская сборка Zergut Никаких вопросов нет Qualcomm применяется Металл Применяется Звуковой или музыкальный Динамик большой С пассивной С пассивной Вот такой вот штуковинкой Это низкие частоты Лучше будут передаваться Соответственно Антенка Вот это вот антенка Между прочим Это Йод-антенна Типа йод-антенны Определенное согласование Там идет и так далее Вот эти два контакта Вот она у нас как-то Вот так вот контактировала сюда Вот так вот Типа того Ну вот такая штуковинка Что можно сказать? Пластмасса Да, пластмасса Внутреннее содержание Достойное На те годы Qualcomm Это хорошо Zergut Клавиатура кликовская Кликовская Подсветка имеется Имеется Экранчик, конечно Экранчик, конечно, у нас Простой Простой черно-белый А не какой-либо там Непонятный цветной Но этого было достаточно В те далекие года Это мы рассматривали Nokia 1255 Прошлый век Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok